Жителям города Яранска в Кировской области пришли забавные уведомления из местной администрации. Согласно бумагам, люди, получившие письма счастья, умерли. Я бы обалдел, если бы мне такую писульку прислали. Но это еще не все. Итак, а поскольку у псевдоумершек не осталось наследников, завещаний тоже никто не написал, все имущество этих граждан, квартиры, гаражи и так далее, власть отчуждают в пользу муниципалитета. В общей сложности, таким образом, чиновники обрадовали 525 яраничей. Слушайте, это дурной сон какой-то. Живешь так, ничего не подозреваешь, уехал куда-нибудь к теще на дачу на лето с семьей, возвращаешься, квартира больше не твоя, гараж продали, а что это было? Так ты умер. И иди, доказывай, что не верблюд, причем, я бы понял, если бы подобное случилось в городе-миллионнике, ошибка в компьютер закралась, 500 человек случайно в покойники записали. Население того яранского, внимание, 15 тысяч жителей, почти 5% населения, нечаянно похоронили и даже не удивился никто, ни глава, ни местные депутаты. Слушайте, вот сказанное мною дальше не будет оскорблением, это будет правдой. Бездари, лодыри, идиоты. Начинаем. Впрочем, хоронить людей заживо, это какой-то тренд 2019. В Москве, вон, гор-избирком еще большую кучу народа признал иллюзией, ну, когда подписные листы у независимых кандидатов проверяли, нет таких людей, и все. Причем, тысячами в покойники и фантомы записывали, а когда люди все-таки появлялись, приходили в тот избирком и говорили, вот он я, вот мой паспорт, вот моя прописка, и да, я подписывался за данного кандидата, отвечали, ничего не знаем, у нас компьютеры, у нас эксперты, а то, что вы живой человек, это еще доказать надо. Хотя для московских слуг народа такое поведение уже давно стало нормой, пожалуйста, вам видеодоказательства. Кино не первой свежести, но все равно актуальное. Уважаемый Алексей Валерьевич, на Толбло загорелось при голосовании 33 за и 3 против, таким образом 36 человек. Посчитайте по главам, сколько присутствует, я насчитала 26. Елена Анатольевна, для того, чтобы считать, у нас есть специальная система в зале, я ей полностью доверяю. Значит, ваша система действует неправильно, потому что возьмите свои глаза в руки и посчитайте, сидит 26 человек. Елена Анатольевна, существующая система полностью обеспечивает работоспособность... Больше всего, конечно, радует реакция Хэллуев. Слушайте, ну поймали вас уже на врагах, вот как в этом случае на заседании Мосгордумы. Извинись ты. Скажи, да, видимо, что-то техника сбейт, потом просто объясни своим хозяевам, не прокатило. Оказалось, в зале глаза стоят, вот и пруфы имеются. Нет, плевать. Мне нужны 36 голосов, и я 36 и нарисую. Но вернемся к нынешним выборам в столице, потому что там-то вообще беспредел откровенный. Уже даже те, кто в принципе никогда политикой не интересовались в шоке от происходящего, но мы же живем в правовом государстве. И есть еще такие, кто наивно верят в главенство закона, потому что... Поэтому многие ждали хоть какой-то реакции, например, от главы ЦИК Памфиловой. Дождались. Пусть люди митингуют, имеют право, но никакого значения, никакого, даже маленькой толики, на то, каким решением вы приняли, это не имеет. Если совсем коротко и совсем понятно, с**ли мы на вас. Я, если честно, давно ждал, когда с нами, с гражданами России, именно таким образом начнут разговаривать. Ну что, все еще верите, что вы им там сильно нужны? Все еще верите, что вы не крепостны? Все еще тешите себя иллюзиями, что вы какие-то граждане, а не рабы? Для неможителей. В смысле, это реальная журналистика. Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Хотя вот сегодня мне хочется поговорить о нашей оппозиции. Ну, излюбленную фразу всех этих недопатриотов. Помните же, перестаньте раскачивать лодку. И у меня в этой связи давно назрел вопрос, а кто ее раскачивает-то? И ответ, по-моему, очевиден. Да вот эти вот! Из числа Памфиловых, из числа таких вот депутатов, которого показал выше, из числа чиновников Яранска, а еще Киселевы, Соловьева, то есть хлы режима, готовы из штанов выпрыгивать, лишь бы поглубже лизнуть вышестоящим боссам. Это ведь благодаря им в России растут протестные настроения. Это ведь они своими бездарными выпадами создают лидеров и даже звезд оппозиции. Ну, давайте объективно. Кем был, скажем, Навальный еще 3-4 года назад? Кто его знал? За пределами Садового кольца практически никто. Какой-то местечковый московский оппозиционер, что-то там бегал, шумел, с Собяниным боролся. В Екатеринбурге, в Самаре, в Волгограде о нем слыхом не слыхивали. Лизоблюды помогли человеку раскрутиться, зачем-то начали травить. Итог. Сегодня Навальный не просто политик федерального уровня, его весь мир знает. Он стал ньюсмейкером. Задержали Анатолича во время пробежки в очередной раз на прошлой неделе. Сейчас как дурак в трусах нахожусь в отделении полиции. И у меня так получилось, извини. Эту историю обсуждали активнее, чем встречу Путина с пострадавшими. От наводнения в Тулуне или другой пример, пожалуйста. Давайте на 2 года назад всего вернемся, в 2017-й. Многие ли из вас тогда знали такого политика Грудинина? Сегодня, по факту, это уже фронтмен КПРФ с кредитом доверия и узнаваемостью большими, чем у Дзюганова и Рашкина. А кто его сделал звездой? Опять халуи-режима. Распиарили мужики так, как даже самые дорогие политтехнологи не смогли бы. Да продолжают. Конечно, в момент президентской кампании были всякие клевета. Для России это нормально. Нормально. Называли, что у меня там бешеные миллиарды. Вот тут есть очень интересный вопрос. Потом выяснилось, что никаких миллиардов у меня на счетах нет. А вот этот парень в кадре с Грудининым Коля Бондаренко. Да еще год назад в родном Саратове человека с трудом узнавали. Сейчас это еще один оппозиционный политик практически федерального уровня. А вы говорите, кто, кроме Навального, может возглавить оппозицию? Поискать в регионах? Там еще не такие самородки отыщутся. А кого, коли стоило бы поблагодарить за свою сумасшедшую, внезапно свалившуюся на голову популярность? Опять же, козлоухих и туповатых прихвостней действующего режима. Кстати, не только Бондаренко их должен благодарить. Я сейчас про молодых политиков. Внимание! Всем привет! Я сижу в полицейской машине около Хамовоческого районного суда города Москвы. Причину сдержания мы на настоящий момент так и не объясним. Продолжаем! А многие из вас еще пару месяцев назад подозревали о существовании Соболь, Жданова, Милова, Гудкова-младшего. Вы поспрашиваете про этих ребят своих знакомых, живущих не в Москве и не являющихся зрителями YouTube-канала Навальный Лайв. Да вообще о них мало кто слышал. Памфиловские дуболомы буквально за несколько недель сделали из этих людей звезд оппозиции. Соболь уверен. Редакторы всех глянцевых журналов в стране сейчас телефоны обрывают, потому что журналы на обложке с ней они продадут в пять раз быстрее, чем даже с голым Киркоровым. Тут на кофейной гуще гадать нет смысла. ФБК свой канал на трубе три года качали, у них аудитория прибавлялась ну так себе, да и то благодаря Алексею Анатольевичу за последний месяц на треть выросла. Спасибо вам, дуболомы! Все вместе взятые блогеры и независимые журналисты столько для протестников не делают, сколько делаете вы. А вообще происходящее сегодня лично мне иной раз напоминает сказку писателя Волкова «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Вкратце напомню сюжет. Был там такой столяр Урфин, который случайно наткнулся на семена живительной травы, и вот решил он тогда, что станет эта трава его пропуском во власть в изумрудном городе. Правда, ничего лучше не придумал, как настрогать деревянных солдат, оживить их и развязать войну. Закончилось все в конечном итоге плачевно для Урфина Джуса, потому что тупые поленья, они и есть тупые поленья. Захватить и долго удерживать власть, уповая исключительно на армию из деревяшек, нельзя даже в сказке, а уже в жизни. Да в такой стране, как Россия. А если серьезно, я не понимаю, почему наши элиты, у которых ведь тоже есть семена живительной травы в виде природных ресурсов, не могут использовать эти семена грамотно. Почему их обязательно надо попытаться украсть, присвоить, причем в полном объеме, а то, что все-таки не удалось рассовать по карманам и кошелькам, пустить на какую-то фигню, на создание армии дуболомов. И я сейчас не про военных, в прямом смысле говорю. Армия дуболомов – это наши недалекие чиновники. Это бездарные пропагандисты, да и силовики тоже. Во все это вламываются триллионы рублей, которые можно просто потратить на социалку, например. На пенсии, на пособия и зарплаты, на поддержку реального сектора экономики проблемы тут же отвалятся. Хотя мы же о дуболомах говорим, не поймут. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь на мой канал в ютубе, в соцсетях тоже жду. Темы предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok